Здравствуйте! В студии программа «Интервью дня». Я Глеб Полянский. А сегодня у нас в гостях директор алтайского филиала компании «БКС Премьер» Иван Штопель. Здравствуйте, Иван Валерьевич! В первую очередь хотелось бы поговорить о мероприятии, которое произошло благодаря вашему участию в Алтайском крае 21 марта. Приезжал известный спикер Николай Корженевский. Что это было за мероприятие? Чуть подробнее об этом. Я начну с того, что компания «БКС» очень часто проводит подобного рода мероприятия. Наша основная задача на таких спикерских мероприятиях – это рассказывать людям про тренды. Тренды текущей экономики, потому что экономика циклична, тренды всегда меняются. Сегодня актуален один инструмент для размещения капитала, завтра уже другой. Наша задача в этих мероприятиях – это приглашать титулованных экономистов в сфере развития макроэкономики, локальной экономики. И, собственно, вести диалог с нашими клиентами, с нашими гостями о вопросе того, что сейчас актуально, какие направления выбирать для инвестирования, зарабатывания своего денежного капитала и так далее. Поэтому задача в этом мероприятии была очень простая – это рассказать про экономику 2018 года с начала года, нарисовать те тренды, которые сейчас будут актуальны, те активы, те рынки, ниши, на которые стоит обратить внимание, которые в этом году мы считаем, что будут давать определенный прирост, и на этом можно будет заработать. Ну и держать в таком положительном информационном тренде, собственно, наших клиентов и гостей этого мероприятия. Ну а Николай Корженевский – это же телеведущий и аналитик телеканала «Россия-24». Вот что интересного он рассказывал? Николай поделился в целом видением на российский рынок, американский рынок. Ну и сейчас для никого не секрет, что все, кто следят, и даже в новостях это часто видно, что сейчас очень всех волнует и политика Америки, куда она направлена, какие движения сейчас, какие тренды будут за ней идти. Что мы будем делать в этой ситуации, какие вообще у нас есть перспективы нашего рынка. Все возволнованы снижением той же самой ключевой ставки. То есть это где-то положительно с точки зрения кредитования компаний. То есть это снижение нагрузки на капитал. С другой стороны, это снижение опять же тех же самых депозитных условий. Потому что как бы с промежутком времени, из года в год, становится невыгодно размещать деньги на депозите. Ну с учетом текущего уровня инфляции имеется в виду. Поэтому Николай, он рассказал в первую очередь, наверное, о таких трендах от 2018 года. Поделился мнением по американскому рынку, чего нам ожидать. Ну также затронул и вопрос валюты. Самый такой, наверное, горячий вопрос всегда звучит, в первую очередь, это криптовалюта. Что это такое? Ну да, сейчас биткоины всех и эфириум, и другие всех интересуют. Ну безусловно, мы пообщались по этому активу. Потому что, как бы то ни было, этот актив есть на рынке, им люди активно пользуются. И, собственно, Николай тоже поделился своим мнением по этому активу. Стоит им пользоваться, вообще не стоит им пользоваться. Ну и вкратце стоит. Ну, знаете, я, наверное, скажу так, что криптовалюта – это, безусловно, актив, которым стоит пользоваться. Ну, с какой точки зрения, в первую очередь, надо понимать. В любом бизнесе есть понятие риска доходности. Если брать криптовалюту, это инструмент с высоким доходом, но и с очень высоким риском. Недавно смотрел выступление одного из спикеров управляющих фондов на форуме экономическом в Москве. И он сказал следующее слово, я к ним даже, наверное, присоединюсь, что пользоваться можно, но не более 10%, даже 5% от вашего капитала. И быть готовым к тому, что можно получить риск потери до 95%. Потерять все практически. Да, но тем не менее, как, можно сказать, мы их называем спекулятивный актив с высокой доходностью. Почему бы не это можно воспользоваться? Ну, надо быть готовым к каким-то дополнительным моментам, которые мы сейчас видим о резком снижении той же самой криптовалюты. Если говорить о реальных валютах, традиционных, скажем так, всех, конечно же, интересует вопрос, что будет с рублем и его колебаниями в ближайшее время или в среднесрочную перспективу. Ну, я скажу в этом формате, я даже, наверное, с клиентами, наверное, всегда так с клиентами общаюсь с точки зрения того, что валюта – это очень сложный сам по себе актив, любая валюта в первую очередь. Ну, преимущественно сейчас всех волнует вопрос доллара в текущей экономике. Вот. И я расскажу, что клиентам надо понимать, людям, в принципе, надо понимать, для чего им доллар нужен. Если говорить с точки зрения спекуляций на долларе, то мы видим коридор, ну, даже скажу в цифрах, это где-то от 55,5 до 58 в течение этого года. Вот. Но все-таки надо понимать, для чего он нужен. То есть, как таковой волатильность валюты стала ниже, и поэтому все-таки будет актуально это искать какие-то производные активы уже в валюте и размещать там. Ну, а тут уже зависит от целей и, так сказать, аппетитов клиентов от доходности, от риска клиентов. Либо консервативный это будет актив, либо сверхспекулятивный актив. Ну, вот, наверное, так скажу. Ну, вот, все помнят 2014 год, когда была максимально высокая волатильность. Можно ли заранее предсказывать такие вот взлеты и обвалы, и насколько эффективны такие прогнозы бывают? Ну, я, наверное, скажу так, что такие вещи предсказывать крайне тяжело. Валюта, в принципе, инструмент, который зависит от огромного количества факторов. Это, если, ну, говорить про тот же самый курс Центрального банка, то есть, его можно предсказывать, исходя из текущей динамики нашего рынка, ну, допустим, Центрального банка Российской Федерации. Динамики нашего рынка от стоимости нашей валюты, от условий кредитования. То есть, есть факторы, которые мы можем просчитать, которые мы можем посмотреть и примерно уже сделать какое-то четкое решение по ключевой ставке. И, как показывает практика, многие крупные инвестиционные компании, которые предсказывают, там, допустим, снижение той же самой ставки Центрального банка, как правило, ставка Центрального банка на следующий день после собрания, она снижается. Если говорить про валюту, это огромное количество факторов. Это и макроэкономика, это где-то и локальная экономика, это нефтяные факторы, которые сейчас тоже, так сказать, можно увеличивать свое, наращивать свое присутствие. То есть, в 2014 году мы видели прямое сопоставление с роста, либо снижение нефти, и то же самое мы видели от доллара, только в противоположных направлениях, так называемая корреляция. То есть, сейчас это политика, это, в первую очередь, экономическая составляющая, а именно это США и Китай, куда сейчас, ну, все мы смотрим. То есть, это торговые войны, как их так называют. И это, безусловно, заставляет задуматься о том, что в будущем будет ждать доллар и другие соответствующие валюты, развивающиеся рынков. Но надо понимать простые вещи, что точно предсказать, где будет доллар, крайне тяжело. Можно сейчас, в текущем рынке, сказать, где будет коридор, и в этом коридоре пытаться что-то с этим долларом сделать. Но, повторюсь, здесь, опять же, все зависит от целей и задач клиентов, которые он ставит там, либо перед собой, либо перед своим финансовым советником, либо непосредственно перед компанией, с которой он работает. Вот если говорить о мероприятиях компании «БКС Премьер», бизнес-завтраки, как часто они проходят, и что это, в принципе, за мероприятие? Бизнес-завтраки… Когда ближайшие? Ближайшие у нас будет 12 апреля. Мы сейчас поменяли, можно сказать, локацию, сразу скажу. Мы раньше проводили его в кафе «Лакомка», сейчас проводим в кафе «Дели Фэ», это социалистический проспект 46, если не ошибаюсь. Мероприятия мы проводим эти для того, чтобы как раз-таки чаще встречаться с клиентами, чаще клиентам рассказывать, что сейчас, в принципе, происходит с рынком, и что сейчас актуально рассмотреть в формате тех же самых инструментов инвестиционных, с различного риск-профиля. Ну, проходит он раз в две недели. То есть мы выбираем спикера, мы выбираем тему, мы даже часто просим наших клиентов, чтобы они заранее, так сказать, задали тему, которую им будет интересно послушать. А наша задача уже проанализировать, какие-то факторы уже выставить и сказать клиентам итоговую аналитику, можно сказать, мнения по рынку и какие активы можно в рамках этой ниши, в рамках этого рынка сейчас рассматривать. Ну, а вот кто в основном ходит на подобные мероприятия? Кто ваши клиенты? Это малый бизнес или крупные предприниматели? Знаете, я в этом плане, наверное, так скажу, что я часто читаю и читаю зарубежную российскую литературу, и в Америке есть такая понятие, как этика. И в рамках этики любой клиент с любыми активами имеет право инвестировать и имеет право размещать и накапливать свои денежные средства. Поэтому я скажу, наверное, так, любой клиент имеет возможность прийти к нам в компанию, задать свои цели, свои ориентиры, которые ему интересно достичь вместе с нами. То есть это либо сохранение капитала, это одна стратегия работы, это может быть и сохранение и приумножение капитала, это следующая стратегия работы. Но, тем не менее, в рамках этого направления мы работаем с любым клиентом, с любыми деньгами. Главное, чтобы мы четко понимали, клиент четко понимал свои поставленные цели. Всегда спрашиваем это на первой встрече. Ну, если говорить о людях, у которых нет крупных капиталов, но есть небольшие накопления, в какой валюте их лучше хранить? Мы, конечно, все патриоты и любим рубль, но, тем не менее, то, что произошло в 2014 году, я думаю, многих заставило задуматься. Вот сейчас какая ситуация? Или, может быть, наоборот, уход в рубль сейчас более будет разумным действием? Ну, смотрите, сейчас ситуация следующая. То есть я, наверное, с такой точки зрения вам скажу. Получение доходности, то есть все же зависит от уровня дохода, который клиент хочет получать. То есть как бы валюта, разная валюта в портфеле, это, в первую очередь, диверсификация. Диверсификация не локальная, а диверсификация такая более объемная, то есть макроэкономическая. То есть когда клиент размещает в различных валютах, будь то британский фунт, будь то американский доллар, либо российский рубль, юань, неважно. Это, в первую очередь, вы диверсифицируете свои географические, так сказать, риски. То есть относящиеся к разной политике Америки, либо Китая, либо Британии, либо России. И поэтому валюта, в первую очередь, нужна для того, чтобы вы четко разграничивали, если в текущей экономике российской что-то происходит, а, допустим, американская экономика активно развивается и растет, собственно, вы получаете и там, и там сбалансированную историю и защищаете себя. Разные опоры. Разные опоры, абсолютно верно. То есть эта диверсификация позволяет снизить риски на капитал, это однозначная история. Хорошо. Иван Валерьевич, наше время подходит к концу. Я благодарю вас за интересный рассказ, полезный. А я напоминаю сегодня, что у нас в студии программы «Интервью дня» был директор алтайского филиала компании «БКС Премьер» Иван Штопель. До встречи в эфире. Продолжение следует.